Всем привет! Вы на канале Инстаж Багаж. Сегодня мы отправляемся на Анпе Хилл, то есть город Безьян. Байк до сих пор мы не взяли, поэтому мы используем Сантеу и пешие прогулки. От своего конца на Сантеу. Вот так вот он выглядит. Эти синенькие. Мы доехали до площади в старом городе. Это конечная остановка всех Сантеу. Сантеу ходит почти со всех пляжей. Вот до сюда. Конкретно в нашем случае от потомка до старого города проезд стоит 30 бат. Так как мы живем в Кату, то проезд у нас стоит 25 бат. И нам идти около сколько? Как километров? Да, город Безьян. Километров 2,5. Около 2,5 километров идти. Ну, так как погода сегодня пасмурная, и укрываться от палящих лучей солнца нам не нужно. Идти нужно будет через старый город. Это значит, что здесь есть тротуары. И вокруг стоят очень милые, очень красивые дома. В некоторых местах дома раскрашены граффити. И вообще очень много деталей интересных вокруг. Поэтому прогулка мне кажется довольно утомительной. Ну, в общем, если вы не хотите брать байк, то спокойно можете гулять. Мы уже много туда сходили. Мы можем посмотреть это в наших выпусках. В пайке мы не пользуемся. Токси на пакете достаточно дорогое. И поэтому мы очень любим гулять пешком. И истину очень любит спать у меня в слинге. То, что это как раз вариант для нас. Итак, идем. Где-то прошло 20 минут, и мы дошли до горы. Сейчас нас ждет подъем в гору. Сейчас мы находимся в ее подножье. Идти было совсем недалеко. Вот, смотрите, мы подошли. Здесь тупик. Идти нельзя. Ехать нельзя. А здесь, смотрите, у подножья есть кафе. Давайте посмотрим цен. Итак, сэндвичи 70, блины 80, завтрак 80, полный андесный завтрак 180. Фруктовый шейк 60. Пиво маленькое 65. Цена как везде. Мы спросили в кафе, проезд закрыт только для машин. Пешком пройти можно. Правильно, Антон? Да, вот так. А может, это уже обезьянки? А это мы идем с нашей маленькой обезьянкой к другим обезьянкам большим. Мы прошли, наверное, где-то половину пути, пока никакой живности мы не обнаружили. Пролетало пару комаров. Мы помазались спреем от комаров. И вот смотрите. Вот такая вот альтернатива обезьянкам. Собачки. Собачки ленивые, с виду безобидные. У подножья горы находится храм Хао-Ранг. Вот, смотрите. Он был известен там большим Буддой, сидячим Буддой на Пхукете, пока не построили статус сидячего Будды Чалонги. Видите, сейчас его реконструируют. Но сейчас наша задача другая. Мы идем не в храм, мы идем все-таки к обезьянкам. Поэтому не будем останавливаться и идем далее. А вот смотрите, это альтернатива большому сидячему Будде. Очень маленький сидячий Будда. Для тех, кто устал, есть скамеечки. Но скамеечки под деревом, у которого нет листвы. Вряд ли оно поможет вам от солнца. По середине пути на гору есть фитнес-парк. Надо немножко подняться по ступенечкам. Это для тех, кому подъем в гору мало или кто все-таки любит байк, чтобы не расслабляться и поддерживать себя в тонусе. Спортивная тропа. Итак, смотрим. Первое испытание пройдено. Вот опять скамейки для пресса. Там еще есть кольца. Кольца кальмара? Да. Поднялись наверх. А вы смотрите, первые обезьянки. Первое обезьянное семейство. Ну, первое вот, вы видите. А это второе. С обезьянами надо быть аккуратней. Все-таки они могут цапнуть, они могут укусить. Давайте посмотрим, сколько вот здесь сверху продают. И будет для обезьян. How much? 30 бат. Buy one, buy one. А, бананы? Бананы? 20 бат? 40. Мы купили вот пол связки бананов за 20 бат. Если она так радуется обезьянкам. А они тут особо не церемонятся. Что, нашли в помойке, вон, достала. Это не помойка, это рейтинг. Не, вон, там же помойка, она достала и сидит, пьет. Скажите, какие малыши милые. Малыши милые. А вот, видите, это охранник. Если обезьян начинает плохо себя вести и прессовать туристам, они достают рогатку и пугают их. Так. Как это? Продолжение следует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Входной платы на гору обезьян нету. Это как просто парк, вы просто сюда приходите и наслаждаетесь видом и кормите обезьян. Мы посетили гору обезьян, это очень интересное место, мне здесь очень понравилось. Обезьян здесь, конечно, не очень много, но, наверное, мы встретили около десяти, когда приехали. Потом половина из них убежали. Здесь стоит специально обученный дяденька-сторож. Если обезьяны начинают наглеть и появляется какая-то угроза для безопасности людей, то он гоняет их рогатками. Ну, с ними тоже, конечно, нужно не забывать о безопасности, не нужно обезьян дразнить, не нужно пытаться им что-то выхватить. Если они уже забрали у вас связку бананов, то не надо эту связку пытаться себе обратно вернуть. В целом обезьяны очень милые, очень дружелюбные. Все люди с ними фоткаются, никакой агрессии по отношению к людям они не проявляют. Вам понравилось? Нет, мужика стала хватать обезьяны, когда он ей не давал банан. Он ее перетягивает, нашел банан, и она на него набросилась. Ну, конечно, потому что... В принципе, можно поступить в схватку с обезьянами. Почему бы и нет? Мне очень понравилось. Это обязательно место для посещения. Если вам понравилось наше видео, ставьте, пожалуйста, лайки и можете подписаться. Всем пока, смотрите наши следующие выпуски на канале Нездаш в багаж.